здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин так как у меня канал о винограде то поисковики мне регулярно выдают в рекомендациях различные сайты о выращивании винограда обычно я их не читаю но вот решил все-таки заглянуть и наряду с полезными приемами и рекомендациями увидел множество абсолютно бесполезных а иногда и очень вредных приемов почему же так происходит а дело в том что очень много вот таких крупных сайтов просто нанимают себе рерайтеров то есть людей которые за деньги перерабатывают исходный текст или статью с применением других слов других оборотов но сохранением смысла делается это со следующей целью нельзя просто скопировать чей-то материал и разместить у себя на сайте в таком случае вот такую полную копию поисковик не будет продвигать в будущем и как вы понимаете люди которые этим занимаются практически всегда никакого отношения к теме статьи чаще всего не имеют кроме того очень часто в качестве исходного материала берется уже переработанная статья но и так далее до бесконечности вот я решил разобрать несколько приемов по уходу за виноградом которые нашел вот на таких сайтах и прокомментировать но и вначале один совет если вы читаете подобные статьи и вдруг встретили вот такой статье словосочетание ветка винограда то можете дальше не читать хотя такое выражение и имеет место быть но ни один опытный виноградарь так никогда не скажет да это допустимо для начинающих виноградарей но не для человека не для опытного виноградаря который пишет статьи то есть вы должны понимать что автор этой статьи к виноградарству никакого отношения не имеет исходная статья носит название как укрыть виноград на зиму хитрость чтобы потом снять большой урожай кстати именно такое название я и оставил для своего ролика и так в этой статье утверждается что первые осенние заморозки винограду не страшны и поэтому слишком рано укрывать до наступления стабильных холодов будет ошибкой и предлагается сначала дать винограду закалиться в течение трех дней при температуре минус 5 градусов а затем уже и укрыть и вот после такого укрытия винограда вам обещают большой урожай в следующем году и так разберем все по порядку первое как раз первые осенние заморозки и очень опасны для винограда если морозостойкость сорта минус 18 минус 22 градуса тоже минус 8 могут повредить как почки в глазках так и проводящую систему вызревших однолетних побегов какой бы у нас хороший не был прогноз погоды но гарантировать чтобы у нас температура резко вдруг не упала ниже чем минус 8 никто не может второе следующий момент касается именно закалки винограда при температуре минус 5 градусов в течение трех дней никакую закалку в течение трех дней при минус пяти градусов виноград не получит закалка обычно проходит в несколько этапов причем каждый этап занимает довольно длительное время почему три дня ничего не решают для закалки винограда дело в том что у винограда выработалась защита от перепада температур то есть на кратковременное изменение температуры он попросту не реагирует очень часто зимой бывают оттепели с очень высокими положительными температурами но виноград в рост не идет потому что нужно более длительное воздействие как низкими температурами так и высокими температурами чтобы виноград отреагировал на это противном случае он бы попросту погибал вообще закалка важно именно для винограда который не будет укрываться вот там плавное понижение температуры сначала до 0 а затем ниже до минус пяти запускают винограде процессы по повышению морозостойкости и это и есть закалка и чем плавнее и длительнее вот эти периоды привыкания винограда тем лучше вообще природе идеальные условия для закалки очень редкие ну а теперь давайте перейдем к укрывному винограду ведь в статье речь идет именно о таком винограде и вот мы ждем этих вожделенных минус 5 градусов и к примеру нам повезло и в ноябре есть такие температуры и в течение даже не трех дней а недели либо десяти дней наш виноград получает вот эту необходимую закалку но ничего в этом мире не дается даром и на эту закалку наш куст винограда израсходовал часть запасенного питания это нормально и вот мы решили что все наш виноград получил закалку и пора его укрывать и укрываем но закалка процесс обратимый после укрытия мы поместили нашу уже закаленную лозу комфортное условие и вот ту приобретенную закалку вот те свойства противостоять низким температурам наш виноград попросту теряет и приспосабливается уже температурам под укрытием при этом снова чтобы приспособиться уже к более высоким температурам он расходует часть запасенного питания то есть мы вернулись на исходную позицию у нашего винограда нет закалки но у нашего винограда уже и нет части питания то есть вот такие своеобразные качели винограду не нужны и самое главное во всем этом что если у нас легкое укрытие то кто сказал что закалка не идет под укрытием идет точно так же но без резких колебаний температуры а значит более экономно наше укрытие сглаживает все перепады температур и в случае если было очень резкое понижение температуры например до минус 8 минус 10 и ниже то наше укрытие спасает наш виноград от вымерзания при этом и под укрытием наш виноград получает закалку и поэтому нет никакой необходимости ждать вот той температуры чтобы наш виноград получил закалку укрываем и отдыхаем до весны ну и еще если укрытие винограда проводится обычной почвой то в минус 5 долбать эту почву так вообще не стоит поэтому не нужно ждать когда температура стабильно опустится ниже 0 градусов а затем производить героические усилия по укрытию нашего винограда на зиму вот такие советы можно встретить на некоторых сайтах самое главное что в большинстве своем люди которые пишут вот такие статьи к виноградарству не имеют никакого отношения да есть авторские сайты авторские сайты виноградарей вот там вы можете посмотреть почитать и получить информацию как говорят из первых рук а вообще что касается укрытия винограда на зиму то для каждого региона существует свои сроки укрытия которые практически всегда не зависят от температуры окружающей среды например я свой виноград укрываю начиная с 25 октября по 5 ноября независимо от того какая будет температура и даже в моем случае чем теплее будет тем лучше все-таки работать на винограднике при плюсовой температуре гораздо комфортнее чем при отрицательных температурах и кстати на моей памяти было два холодных ноября когда буквально с самого начала ноября температура падала до минус 20 и держалась в течение 20 дней представьте что если бы я дожидался вот той температуры минус 5 градусов для закалки винограда то скорее всего мой виноградник бы погиб и так если последовать такой рекомендации и ждать закалки винограда то возможны следующие варианты из-за резкого понижения температуры можно потерять просто часть глазков и что еще более опасно могут подмерзнуть сами побеги и они потеряют проводимость особенно это опасно в северных регионах если все же природа даст возможность винограду получить закалку то все это просто бессмысленно так как закалка процесс обратимый и после укрытия лозы она эту закалку все равно потеряет при этом виноградный куст потерял часть питания сначала для приспособления к низким температурам а затем для приспособления уже к температурам более высоким а если будет стабильное понижение температуры ниже 0 то укрыть почвой просто уже не получится и в любом случае ни о каком приросте урожая в следующем году речи уже нет а с вами был юрий егорудин до скорой встречи до свидания пока